Академик Алексей Щусев Академия наук будет стоять также на набережной Москва-реки Укринского моста. Академия наук будет стоять. Мы достигли невиданных доселе высот. Однако стоит спуститься на землю и глянуть, откуда же начинался и сформировался во времени талант этого зодчего. Кишинев, конца 19 века, провинциальный Мещанский город. Здесь в 1873 году родился Алексей Щусев. В 1891 году он стал студентом архитектурного отделения Петербургской Академии Художеств, где преподавали знаменитые архитекторы Котов и Бенуа. За блестящую защиту дипломной работы молодого архитектора поощряют творческой командировкой за границу. По дороге он заезжает в Кишинев и создает проекты жилого дома и загородной вилы. Щусев неоднократно бывает в родных местах, изучает старинную молдавскую архитектуру. Это сказалось на построении церкви в селе Кухурешты по его проекту. Древняя русская архитектура оказывает на творчество молодого зодчего большое влияние. Вместе с художником Нистеровым он проектирует и руководит постройкой Марфо-Марьинской церкви в Москве, которая стала выдающимся произведением русского зодчества. В 1913 году уже признанным архитектором Щусев начинает проектировать Казанский вокзал в Москве. В этой работе он выразил дух настоящей русской архитектуры, без фальсификации, без приукрашивания. Строительство Казанского вокзала было закончено уже после Великой Октябрьской революции. Великой Октябрьской революции В ночь с 23 на 24 января 1924 года Советское правительство поручает Щусеву срочно создать проект мавзолея Владимира Ильича Ленина на Красной площади. Великой Октябрьской революции Великой Октябрьской революции Великой Октябрьской революции Великой Октябрьской революции 27 января временный деревянный мавзолей построен. Но поиски продолжаются. По проекту Алексея Викторовича строится второй деревянный мавзолей Он настолько органично вписался в ансамбль Красной площади, что через пять лет был высечен из гранита КОНЕЦ КОНЕЦ Но время идет вперед. Много забот у архитектора. Назрел генеральные планы и конструкции Москвы, проекты застройки других городов Гостиница «Москва» Жилой дом по улице Большая Калужская, ныне проспект Ленина Большой Москворецкий мост и многие другие сооружения по проектам Щусева украсили столицу Алексей Щусев участвует в создании планов по реконструкции Истры, Кишинева, Новгорода, Пскова и других городов В Ташкенте он проектирует театр оперы и балета имени Алишера Новои В Тбилиси институт Маркса, Энгельса, Ленина По всей стране воплощались в жизнь мечты Зодчего Май 1949 года Перестало биться сердце неутомимого Созидателя После его смерти завершается строительство станции метро Комсомольская Кольцевая Проект которой создан им в соавторстве с художником Кориным Это последнее творение лауреата государственных премий Выдающегося Зодчего страны Алексея Викторовича Щусева Простые чеканные формы творений великого художника Навсегда вошли в историю советской архитектуры Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok